Все, что готовили, все берем и играем. Так, квасы покрасить, голду зарядить, дуппайки поставить. Еще четыре человека. Есть, Миша, специальные бои называется вкладочка, у тебя внизу появилась. Специальное приглашение. Если что, ее через верх можно еще тоже зайти. Так, еще двух человек нам не хватает из тех, кого не было. Кого нет с нами? Финистера не вижу. А, нет, вижу. Бери арту, Финистер. Не надо арту, зачем? А, ты троллишь его, да? Блин, ну бывает вечер невезучий. Зубмана нету. Ждем Зубмана и еще кого-то не хватает. Все, Зубман здесь. Еще один человек. Кто еще в основном сетапе у нас был? Вспоминайте, потому что на замене есть Крайкиден и Сережа Ваузела. Костя Кокрус был на замене. Так, все, берем, значит, берем Ваузелу. Костя, что у тебя было? Квас, все, значит, все у нас ровно, Дима. Так, я смотрю. Два. Давайте, пока мы смотрим. Леша, забирай Вейдера. 7 минут 30 секунд у тебя есть на общение с ним, а потом мы поедем побеждать. Окей, погнали. Пойдем. Пойдем побеждать. Побеждать мы будем вопросами. Много очень накидали. Я думаю, что один из самых интересных вопросов, который интересует многих, это вопрос, касающийся Кваса. После разделения КВ-1С на два танка, что будет с экипажем? Как он распределится между ними? И на каком будет 100% с перковыми, а на каком стоковый? И на какой второй танк он разделится? То есть, что за танк будет вторым? Это вопрос, скорее, технический, на самом деле. То есть, мы этим еще не занимались, потому что, собственно, мы еще не разделяли. Но, в целом, там работы не особо много, и будем это делать уже непосредственно перед разделением танка на два. Но я думаю, что никого мы не обидим. У нас уже несколько таких замен было, поэтому всем мы все раздадим. И экипажи какие-то от Wargaming получатся. Специальные 100%. И так далее. Расскажи, то есть, уже 100% известно, что класс будет разделен на два танка. У одного останется 122, а у другого орудия не останется, правильно? Ну, я бы не сказал, что это 100%, но где-то около 98, наверное. То есть, вероятность того, что это не случится здесь, но она очень маленькая. Ну, похожа будет ситуация на КВ-2, да? КВ разделили на два танка. КВ-1, КВ-2. Хорошо. И, собственно, вопрос про... Очень такой интересный... Сейчас скажу. Использует ли Wargaming мода для игры? Ребят, ну, вы можете видеть, что я играю без модов. Вот. И спрашивают про... Я тоже без модов играю. Да. Многие, кстати, играют без модов у нас в WG. Кто-то играет там с модами... Играли с модами на прицел, но так как ввели перезарядку, многие играют уже без модов. По поводу нерфов. Всех интересует такой злободневный вопрос. Будут ли нерфы и какой техники в 8-10? Ну, в 8-10 нервов вообще никаких не будет. Вот так вот. Готовимся к 9-0, правильно? То есть также был попутный вопрос про... Почему 8-10, а не 9-0? Если можешь вкратце расскажи тоже вот об этом аспекте. Ну, 9-0 обозначает все-таки нечто большее, чем 8-10. Поэтому там не набралось таких фичей, чтобы назвать этот пач 9-0. Поэтому пач с японцами назовем 8-10. Там помимо японцев еще будут различные вещички для графики. Там какие-то эффекты будут, фильтры и прочие радости жизни. А в 9-0 уже будет нечто большее. Но глобально графика пока меняться не будет. То есть вот эти планируемые... Шторм, да, рассказал про планируемые отлетающие башни материальные, которые можно будет передвигать, про какие-то дополнительные слои брони, которые будут отлетать с танков. Этого пока, естественно, не будет в 8-10. Да, это в 8-10 не будет. И будет это в 14-м году начинаться там постепенно. То есть мы не сможем сделать так, чтобы сразу вот взяла и игра стала красивой какой-то. Там очень много работы. Нужно перемоделивать практически все танки. Нужно перемоделивать весь контент. Танки мы будем перемоделивать по очереди. С одной пачкой вести все это дело просто невозможно вообще. Раз уж... И работы по Хавуку и так далее, они тоже ведутся. Там сейчас проводятся всякие различные исследования, сколько на танке должно быть ништяков, которые могут отрываться. Расскажи про Хавуку, что это такое. То есть многим, наверное, неизвестен этот термин, что это. Ну, в целом, это движок надстройка, который будет у нас на клиенте работать только. Соответственно, если у игрока есть хороший компьютер с хорошей видеокартой, который может это все обрабатывать, он сможет Хавуку это себе включить, и у него будут дополнительные эффекты на компьютере отображаться. Ну, на экране монитора, соответственно. Будут отлетать бревна, антенны качаться будут, будут гусеницы правильные болтаться, будет все разваливаться и так далее, и так далее. То есть, по сути, это такая физика клиентская. Раз уж зашла речь про патч 8.10, его основной все-таки, можно сказать, фишкой или контентом в патче будет вот японской ветке. Расскажи вкратце про нее, что отличает, какие у нее особенности, что отличает ветку от других, или, может быть, наоборот, она чем-то схожа с другими ветками танков? Ну, я сразу скажу, что в этой ветке не будет тяжелых танков, будут только ЛТшки и СТшки. И, ну, могу про особенности высказать, в целом такие общие для нации. Вот, сами японцы не бронированные вообще, все СТшки, они достаточно картонные. Калибры при этом у них тоже не самые большие. В среднем там у них они меньше, чем у одноклассников. Но при этом все танки японские обладают очень хорошими углами вертикальной наводки. То есть, ну, склонение орудий вниз, оно там одно из лучших вообще будет в игре. Практически у большинства танков. Угу. А стабилизация? Там меньше 10. Стабилизацию мы еще настраиваем, но, скорее всего, тоже хорошая будет. То есть, говорить о том, что там кривые пушки будут, я не скажу, там будут хорошие орудия все. В плане комфорта. Будут ли ветки, будут ли ветки какие-то необычные танки? То есть, я приведу пример, например, когда вся британская ветка ПТ содержит довольно-таки классический, можно сказать, ПТ, да, в своем проявлении. А десятка, топ, да, она обладает какой-то определенной характеристикой типа хэш-снаряда. Будет ли что-то такое в японцах? Нет, такого супер отличительного ничего у них нету. То есть, в принципе, это обычные танки. Есть там только довоенные, военные и послевоенные, по сути. Так особых разниц там нету в этих танках. Ну и, наверное, я думаю, что у нас минута сорок осталось до начала боя. Много спрашивают про разные ветки танков, но я задам такой вопрос. Какой советский СТ встанет на девятый уровень между объектом 416 и объектом 140? Вот очень интересный, мне кажется, вопрос для многих. Я бы даже сказал не между объектом 416 и 140, а между объектом 416 и 430. У нас же будет еще 430-й объект. Вот, я к этому и подвожу. Да, это просто вопрос от зрителя, да, я уточняю. То есть, на данный момент у нас ветки есть, я сейчас просто открыл на стриме ветку, показываю зрителям, что есть объект 416 и Т-62 и объект 140 в топах, и между ними Т-54. Что будет вводиться дополнительно? Будет третий СТ-шка, я так понимаю? Будет, да, третий топовый СТ-шка и, соответственно, еще одна девятая появится. Это будет объект 430-2. Что это будет, я уже позже расскажу, наверное. Да-да-да, 40 секунд в начале боя. На этой радостной ноте я врываюсь к вам беспардонно. Надо идти, играть. Все, давайте, поехали. Мы готовы, поехали наверх. Друзья, мы опять в эфире. Так, 25 секунд до боя. Ребят, все собрались. У всех заряжено волшебное золото. Против нас играет один из лучших кланов сервера. Как раньше, Дима, помнишь, говорили специальные снаряды? Зарядите специальные снаряды и лучший клан сервера сейчас окажем достойное сопротивление. Спокойненько сыграем, все, мы тренировались. Страт узнаем, задержка на стриме 5 минут, поэтому нас не палят. В общем, поехали. Финистр в зеленку, Вейдер по ЖД светишь. Хеллка, ты не забудьте, что вам нужно делать. Вам нужно через ЖД отстрелять в центр по засвету Чаффика Вейдера. Кто ближе? Кто ближе к больнице? Так, Флюк, ты в больнице или на первую? Да, значит так. Окей, тогда классы, которые едут группой, едут за орком. Смотрят, слушают, что он говорит. Так, со мной онбал и Эвили. А, нет. А Хеллкотов пропустите к вас, дайте дорогу Хеллкотов. Так, стоп, Эвили онбал, вы с Флюком. Так, я пока еду в Амбразуру. Ребят, вы перед трапецией, перед этой четырехугольником вставайте. Так, Зубман, вывозила кнопка на угол, на Д-1, не высовывайся на горизонталь. Не сюда, не сюда. Эвили онбал, вы едете отсюда и за орком езжайте, здесь не надо. Зубман, ты там не высовывайся на горизонталь. Зубман, прижмись и не проезжай, убьют. Он тебя не слышит. Нет, на свете. Зеленка чиста. Так, меня с центра прострелили. Так, кнопка, подъезжай. Сейчас будем забирать с кресел. Так, у меня четыре класса. Так, они, собственно, сами рашат. У них арта есть. Дефим, стоим спокойно. Семь классов в городе. Зеленка чиста, вообще. Так, собственно, селкоты и чафик зеленки, возвращайтесь назад. Так, вот центр можете прострелить? Нет. Так, я вот думаю, может быть нам попробовать квасов раздавить? Все, все, всеми силами. Можно. Так, давайте, все, все, все ПТшки давайте к квасам подъезжаем. Сейчас будем продавливать одну линию. Так, ну, если что, то ты увидишь. Что слышно? Тебя тоже, выходишь первый. Когда будем уходить? Когда будем уходить? Хелкаты помогайте, надо давить вот этим. Давайте, давайте, Хелкаты. Подъезжайте. Ну что, поехали? Заделись пока. Орк, ты там на первой линии говори, готовы, нет? Так, всегда готовы. Эвили, флюк, готовьтесь. Вуу, пошел. Кнопка, мы смыслируем. Погнали. Вуу, добирай шутного. Не ожидай, что делать. Вперед, вперед. Ну, центр, вместе, всей группой давим одних и тех же. Что дайте? Арта разряда. 300 хитов добирайте. Отличные. Окномка, вперед. Эвили, не сдавай назад, есть. 63 хита добирайте. Заходим. 63 хитов. Давайте, с двух сторон, наваливайтесь, убирайте стволы. Давайте, интенсивней, интенсивней, забираем все. Кнопка, вперед. Хелкат, вперед, маршик, вперед, кнопка, вперед. На лево, в улицу, в дома, в дома. На лево, в домах. Внутри, в трапеции, еще дальше. Заезжаем, не стоим на месте. У кого много хп, вперед, заезжаем и забираем шутного. Все, отлично. Один еще в город, давим одного еще в городе. Халпанити, халпанити, у меня халпанити. Там железка вся жива. Бог с ними. Маршик, выходи, принимай урон. Да, справа квас. Так, маршик, выходи и зуб он сразу же следующий. Давайте, давайте, забирайте этого кваса справа. Забрать кваса справа, просто ехать вперед. Он долго заряжается. Вперед, вперед, убрать этого кваса. Отлично, все. Так, отлично. Собираемся в группу, собираемся в группу, добираем оставшимся кваса. Англ, делись, 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 жди. Все, Орк, спокойно. Давайте, у кого больше хп, вперед, подождите. Давайте, соберете весьма группы, навалимся на кваса одного. Сперва убьем его, потом уже поедем за ртой. По одному на него не выезжайте. Вот группа из трех квасов, анбол, дикадим и кнопка Собрались вместе, поехали вперед Все, вышли Все, давайте, накрывайте квасы Пошли, пошли, пошли Пошли, не стойте, просто задавите его Давайте давим Кнопка, выпусти хелкета Кнопка Надо кнопку заменить Давай, за артой Хелкеты пошли за артой Ну все, нагибай А квасы на захват Маршик пошел за артой, квасы на захват Это, кстати, топ-1 клан сервера на текущий момент был Не топ-1, скажем так, топ-3 Ну, значит, мы топ-1 был Че, все молодцы, всем спасибо, класс Просто по хардкору Делал 5 фрагов просто Ну, был, было Воина, воина Круто, воина дайте квасов Дайте анболу воина Хотя воина на глобалке не дают же Да все равно дайте ему воина Воина! И давайте только не передохнем На захвате, потому что у нас По-1 хп И поблагодарим, конечно, психов За то, что Они вроде как нам пытались поддаться Но у них не получилось Пытались поддаться и не получилось Вот он, вот он, вот он чебуратор Съехали с захвата Хороший бой, ребят О, хорош! И шестерный, молодцы Отлично! Да, молодцы! Очень круто было Значит, адреналинчик прямо все прочувствовали Как мы их, а? Так, и боевые задачи сразу выполнены Давайте посмотрим результаты, значит Пока никого утаскивать не надо Анбол 6 фрагов Так, кто еще? Два фрага Инаки Два фрага Никодим Два фрага Флюк По одному фрагу Маршик Ну, хорошо Что? Очень хорошо Леша, значит У нас еще есть время до следующих боев Я вот, правда, не знаю примерно сколько Дим, а сколько еще до следующего боя у нас? Сейчас скажу У нас, по идее, ну, приличное количество времени Полчаса, как минимум, по идее Нет? Полчаса времени? Тогда забирай к себе Вейдера Да У нас сейчас временем Бой будет по Минску в 23.58 Соответственно, через час По Москве это будет 0.58 Хорошо Давайте тогда, значит, коротенький перерыв с видосиком Мы сбросим адреналин Вот Потом, значит, Леша Ты забираешь Кирилла Маля Либо Стаса И вы общаетесь А потом мы, наверное, катанем еще одну абсолютку Да, хорошо Просто пока Хорошо? Да, пока, ребят, подготовьте ответ Это ко всем касается вопрос Как вы сбрасываете нервное напряжение? И мы уходим на паузу Не забираете? Антон? Да-да Да, Кирилл Вы меня не забираете Я не могу говорить А, Кирилл не может говорить, к сожалению Все слышат это на стриме И желаю, Кирилл, чтобы дети спали крепко Твои Вот И я тогда заберу тебя, Антон И Вейдера Меня? Ну хорошо, забирай Вейдера Я присоединюсь к вам через 5 минут Хорошо, все Мы уходим пока на небольшую паузу Танкисты Скоро начнется первый этап второй кампании на глобальной карте Эпоха революции Правила таковы В кампании может участвовать любой клан Независимо от того, создан он до начала кампании или после В боях этапа участвует техника до 6 уровня включительно Первый день кампании самый напряженный Глобальная карта очищается Все провинции становятся доступными для высадок Некоторые из них отходят клану Варгейминг После этого начинается передел мира Война за территорией будет длиться сутки Кто выбьет с карты клан Варгейминг Получит особые награды Памятные медали Если в первый день этапа клан сумеет захватить провинцию Все его бойцы получат 5000 очков славы Что это такое? Очки славы начисляются игрокам за участие в боях за провинции На высадках и мятежах за финальную схватку с владельцем территории Зачем нужна слава? Игроки, набравшие наибольшее количество очков славы Получат в награду танк ВК-7201 На второй день передел мира закончится Начнут действовать стандартные правила первого этапа Во всех провинциях резко повысится вероятность мятежа Кроме золота, каждая провинция будет приносить клану 42 очка победы за ход Что это такое? Очки победы начисляются кланом за выполнение основных задач этапов Кто наберет больше всех, станет победителем второй кампании Полную информацию можно найти на портале Во время эпохи революции очки победы можно добыть двумя способами Первый – удерживать провинцию до конца этапа Если клан утратит территорию, то потеряет и все очки победы, полученные за контроль над ней Второй возможен только в том случае, когда клан захватывает провинцию в результате высадки или мятежа В награду он забирает у предыдущего владельца все очки победы, которые тот получил за контроль над этой территорией Что важно, эти очки победы останутся в копилке клана навсегда При потере провинции он лишится только тех, которые были начислены за время владения В боях первого этапа второй кампании игроки будут получать на 50% больше очков славы Заработать еще можно, выполнив дополнительные задачи Защита Подавите первый мятеж на своей территории за последние 24 хода Все участники сражения на стороне победителя получат дополнительные 10% очков славы Атака, победите в ходе мятежа И тот, кто участвовал в бою на вашей стороне, получит очков славы на 10% больше При выполнении нескольких задач коэффициенты складываются По итогам все игроки получат множество уникальных знаков отличия Более подробно об условиях и наградах первого этапа второй кампании можно прочитать на портале На этом все. Удачи в боях! Ну что, мы вернулись, друзья. Сейчас я перетащу Вейдера Вейдер, ты со мной Вейдер, Вейдер, Вейдер Отлично Ну что, вопросики у нас еще остались Вопросов много Зрители как раз активизировались К последнему бою Который у нас был Который мы, кстати, победили! И отдельно хочу сказать спасибо Вейдеру Я сейчас пересматриваю бой на стриме Этот чафик просто сделал мне бой На самом деле, эти 1600 урона Вопрос такой По поводу, спрашивают по поводу игровой связи Будет ли она как-то меняться в ближайшее время И спрашивают нас в каком Что мы именно используем Используем мы TeamSpeak А по поводу связи, я думаю, Вейдер ответит Не, на самом деле не отвечу, потому что вообще не осведомлен Не ответит, ребята! Вот так вот Спрашивают, будет ли возможность переучивать специальности членов экипажа Например, с радиста на наводчика и так далее? Если будет, то когда приблизительно это введут? На самом деле, до сих пор обсуждаем, нужно это делать или не нужно Ну, скорее да, чем нет Но по срокам сейчас сложно сказать Но планируется теоретически, это может быть Ну да, мы хотим это сделать Нужно продумать просто все кейсы и варианты Собственно, процентов 90, наверное, что будет Ну, кстати, вот я от себя как от игрока скажу Очень интересная функция Многие спрашивают именно те игроки, которые уже прокачали экипаж хороший У кого там не хватает какого-то танкиста до хорошего экипажа Я думаю, что именно от такого плана игроков приходят вопросы Спрашивают, будет ли фильтр карт? Ну, я думаю Насколько я знаю, пока отказались от такой вещи Потому что это очень будет высокая нагрузка на сервер Который будет распределять, какие игроки на каких картах должны играть Когда у игроков куча фильтров настроено, то их очень сложно будет в одну кучу скинуть потом У нас мало того, что балансер работает Он должен по балансу подбирать танки Он еще должен учитывать интересы всех игроков по картам Это будет очень сложно для него Ну, раз уж баланс, да, тему баланса мы затронули Вообще спрашивают, как сейчас балансер в игре устраивает нас Именно как компания, в смысле, или не устраивает И будто что-то в балансере менять Мы постоянно его напиливаем Есть некоторые моменты, которые нас сейчас не устраивают Но мы стараемся все их починить По поводу очереди, по-моему, она пропала очередь, да? Да, это проблема В уровнях, да, поэтому ее исправили Всегда балансер дорабатывается Спрашивают такой вопрос Какой твой любимый танк, Вейдер, и будут ли его нервить? Ну, я даже вот не скажу, наверное, какой мне любимый танк Мне такого просто часто задают У меня нет любимого танка У меня их просто много, всяких разных и так далее Я просто под ситуацию подстраиваюсь или под настроение Иногда мне нравится на И-100 кататься Иногда мне нравится на FV-шке Например, в 1863 поездить по ваффентрагерам пострелять То есть вот так вот у меня К нам присоединяется Антон Панков Эй! Эй! Вот так вот ты должен лазать Эй! И сразу Антону такой вопрос в лоб Будет ли на ГК реализован альянсный функционал? Ну, на самом деле, альянсовый, наверное Просто цитирую зрителя Тестостерон 5 с Ютуба Как Антон цитирует? Да, мы думаем Мы думаем в следующем году заложить альянсы Где-то ближе к концу года Вот, потому что у нас будет клиентский функционал Во-первых, сначала для клановых игроков Большой, полноценный Ну, можно сказать, что это будет глобальная карта в клиенте Ну, абсолютно другая Вот Ну и, собственно, да, думаем об этом Думаем, смотрим Ну, а подскажи, что будет хотя бы входить в этот функционал? Для чего он Что будет основной функцией Как говорится, альянсового функционала? Прости за тавтологию Мы, вообще, на самом деле Много вариантов думаем, как это реализовать Самое простейшее, что приходит на ум Это объединение нескольких кланов в альянс С одним чатом в клиенте С какими-то льготами на глобальной карте При проходе через территорию одного-второго клана Вот Ну, то есть Это самое простое Более сложное Но о более сложном сейчас говорить Наверное, не вовремя Потому что Чтобы не обнадеживать всех Да, потому что Мы еще активно обсуждаем Необходимость и так далее Спрашивают Спрашивают Тут вопрос тоже частично по глобальной карте Уважаемый МВГ У меня, я думаю, у всех игроков Дальнего Востока Кланов Дальнего Востока Вопрос Почему три принадлежащих вам провинции Находятся в Европе? Почему вы обделяете Восточно-сибирские и дальневосточные регионы? Неужели нельзя как-то это продумать? Ну, действительно, сейчас есть такая тенденция Но, к сожалению, мы не можем Ну, то есть Когда мы выбирали провинции Ну, они расположились там же, где и наши офисы То есть Ленинградская область, Минск Иль-де-Франц Там находится наш европейский офис Вот К сожалению, пока что офиса на Дальнем Востоке У нас нету Поэтому провинцию мы там решили не брать Но, вообще, мы проводили в свое время Ивент для дальневосточников в Монголии И планируем еще проводить ивенты Именно для них И обещаю, что Ну, в этом году уже нет Но в следующем мы обязательно захватим Какую-нибудь провинцию на Дальнем Востоке И попробуйте нас оттуда выбить Да, как вот сейчас нас попробовали И не выбили На самом деле Про Дальний Восток от себя добавлю Ребят, у нас сейчас На данный момент в трансляциях Присутствует Два стрима для Дальнего Востока Это Москва-Владивосток От сообщества Тузы ASOS Я думаю, ну, смотря как вам больше они известны Которые проходят в формате взводном И там тоже можно поучаствовать Посмотреть стрим Именно в Дальневосточном Прайм-тайме он находится И второй стрим Который как раз таки касается И глобальной карты От сообщества Хомка Туда приглашаются чаще всего Топовые командиры глобальной карты Например, были Эйблы Были Чесы Много кланов было И командиров много было интересных У них брали интервью И рассказывали про глобальную карту Поэтому, если вам интересно Заходите на портал Смотрите раздел трансляции Обзор трансляции на неделю И каждую вторую неделю Вы увидите Ну, то есть каждую неделю Будет меняться стрим для Дальнего Востока В среду и четверг Наблюдайте Мы вас стараемся по минимуму Обделять, как говорится Вот Вопрос еще такой Будут ли новые карты В обновлении 8.10 И будут ли городские Или открытые карты? О, ну это Стас Сейчас расскажет Он в курсе А я вот не помню Кстати, у нас 8.10 Планируются ли новые карты Или нет? Нет 8.10 я... Хорошо, я тогда расскажу 8.10 у нас изначально Планировалось К выходу японской ветки Японская Как это ни парадоксально Звучит карта Вот Но потом Мы помня Не совсем удачный опыт С хребтом дракона То есть Много достаточно нареканий По азиатским картам Поэтому мы выпустим ее На общий тест Посмотрим на отзывы игроков И если Отзывы будут положительные Мы ее добавим В игру Если нет, мы оставим ее Для азиатского региона Будет очень просто Карта смешанного типа Частично городская Частично сельская То есть Равнинно-горная местность Вот Совсем скоро Вы уже сможете увидеть Раз вопрос зашел О картах Много спрашивают Где сейчас Хребет дракона И устраивает ли вас На данный момент Ситуация По картам Которые были Обратно возвращены В игру Это Тихий берег Это Топ И Камарин По хребту дракона Мы на самом деле Еще не решили В каком виде Он появится То есть его Надо перерабатывать Вот Как только Будет решен По нему вопрос Мы его обязательно вернем Либо не вернем Тут все зависит От того Как закончится Переработка А вот по новым картам Точнее по старым Как говорится Старым новым картам Которые были когда-то В клиенте Сейчас они возвращены Изменены Кстати мы на одной из них играли Это была Топ Как? Как отзывы? Ну по Топе На самом деле Топе Камарин всегда были Достаточно одиозными картами Ну что касается Камарина Но в целом После переработки Стало полегче Поприятнее на них играть Особенно на Топе Но больше конечно Топе подходит для рандома Ну мое субъективное мнение Как и Камарин в принципе Вот Ну ничего люди играют Кому то нравится Кому то не нравится Как обычно вот Поэтому никакого особенного Перекоса на них нет Вот наверное больше Квейдов А за Тихий Берик скажу За Тихий Берик то вообще Можно сказать что эта карта Стала вообще очень хорошей И играбельной Она стала интересной Просто даже Преобразилась можно сказать Да Если раньше все бои Происходили вдоль ЖД и по горкам Скакали там как Не будем называть как Вот Сейчас карта стала широкая Достаточно Появилось несколько направлений И она стала очень интересной В этом плане Скакать как горные хеллкаты Разработчики Разработчики Уважаемые Расскажите про модификации Экипажей В чем они будут проявляться Значит Если мы говорим сейчас О модификаторах Которые есть в личном деле Да Строка модификаторы То это пережиток прошлого Вот Никак не доходят руки Убрать Именно эту строчку Чтоб она никого не смущала Ну а в планах вообще На самом деле Очень много по экипажам То есть будут и новые перки Пусть Не очень скоро Но планируем развивать экипажи То есть Добавлять им новые фичи Различные Вот Те же самые перки Дополнительные умения И так далее На модификаторы Пока что внимание не обращайте Вот кстати Очень хороший вопрос Буквально сейчас Выдергиваем из чата Будет ли дуэль Клан на клан В формате 7.42 Буквально недавно Появился формат Но он интересен И я так понимаю Что люди уже хотят дуэлиться кланами У них Когда мы введем В клиенте Функционал для кланов У них появится Такая возможность Дуэлиться между собой Выбирать себе противников Фармить Вот Поэтому Подождите Все будет Это можно сказать Относится к вопросу Про апгрейдженный Клановый функционал Туда Спрашивают Про друзей У всех Я так понимаю Что много друзей У меня кстати В том числе И для меня тоже сейчас Вопрос уже актуален Сейчас максимум 300 человек может быть В друзьях Поменяет ли это И В какую сторону Да У нас тестируется Сейчас чат 2.0 На него кстати можно посмотреть В самолетах Которые кстати Как раз сейчас Деплоятся Уже готовятся К релизу Вот Соответственно Завтра уже можно будет поиграть И Можно будет посмотреть чат Примерно такой же будет В танках С доработками Сейчас мы работаем над этим Будет увеличено количество друзей Будет добавлена сортировка Расширен игнор лист Будут Групповые каналы С возможностью модерации Создателем И так далее То есть мы следим за трендами Потихонечку Потихонечку пилим У меня кстати Просто сейчас открыто Больше То есть мне пишут Что мне нельзя больше открыть чатов У меня столько приватов Сейчас открыто Друзья я прошу вас Не писать мне в приват Я не смогу их все В любом случае прочитать Пишите чат на ютубе Мы его читаем И Будет ли такой формат Режим в чате Don't disturb Не беспокоить Чтобы можно было отключить Получение сообщений в игре Я думаю что тоже Такой да Будет добавлен Да конечно Как и в любом Прогрессивном джавере Будут статусы В бою Аккаунт Не в бою То есть недоступен Доступен Готов пообщаться И так далее Ну то есть я говорю условно Но как и во всех Современных чатах Это будет И чат будет в игре То есть можно будет написать Из ангара Например человеку Который на данный момент Находится в бою Можно будет написать в бою Более того Будет со временем Все чаты Проектов объединены В единой На единой платформе Можно будет написать Своему другу Который сейчас находится В самолетах Из танков Или в корабле То есть со временем Это все будет адаптироваться Общий чат во всех проектах Мне кажется вообще идеальная вещь Можно свободно чатиться Будет Независимо от того Где сейчас человек Находится Будут ли прям Да Будут ли прям танки Десятого уровня Ну наверное Баян конечно Но спрошу Все таки у Вейдера Не не будет Точно не будет Не будет И ребята И одиннадцатого уровня Танки вводить не будут И еще наподобие Сразу быстро Блицом таким ответить На стандартные вопросы Спрашивают На самом деле Не такой стандартный вопрос Недавно он стал актуален Было На одном из стримов Проскочила такая информация Или в ЖЖ она проскочила Насколько я помню По поводу Апа Лёвы Все его ждут И если он будет Когда Как Можно поподробнее Вейдер Ну насколько я знаю После выходных Успели уже даже Залить изменения И будет это уже 8-10 версии Апнутся Там Некоторые параметры Но самое главное Что у него апнется Это толщина бортов Верхняя часть борта С 80 мм Станет 100 мм И Хорошо Прибавится К углу Вертикальной наводки 2 градуса вниз К склонению К тому же Изменится масса В меньшую сторону Он станет чуть-чуть полегче То есть Теперь его можно будет использовать И для танкования бортом Так Более уже активно Против десяточек Да Против более тяжелой техники Да Тактика Постановки танк ром Будет более актуальна Для этого Спрашивают про акции Ну Да Можно я думаю Так я сейчас Сформулирую вопрос Общий Что планируется Из ближайшего В акциях Как еще будут По ширине игроки Какие будут Дополнительные Плюшечки Может быть В ближайшее время А я кстати Прослушал этот вопрос Потому что Обновлял информацию По боям У нас следующий бой Через 30 минут Соответственно мы абсолютно Роту уже покатать не успеем То есть посидим Пообщаемся Потом посмотрим какое-нибудь видео И уже соответственно Пойдем в бой Вот поэтому Повтори пожалуйста Вопрос Я на него отвечу Вопрос несложный Что у нас ждет В ближайшее время Из акций Или каких-либо Приятных Плюшечек Для игроков Мы вообще Планируем развивать Боевые задачи Совсем С 16 декабря По 16 января Вас ждет Аттракцион Невиданной щедрости Поэтому готовьтесь Я сильно спойлерить не буду Но и на этот На конец этого года Начало следующее У нас очень большие планы По боевым задачам По акциям Скидкам Так что Отмечайте в календаре Дата вам уже Как минимум Известна Будут Больше вопрос Вейдеру Будут ли Вводиться Новые режимы боев Если да То на Картах Которые уже присутствуют Или будут отдельные Новые карты Под эти режимы Конкретно Для рандома Скорее Нет чем да Потому что мы сейчас Работаем над несколько Другими функционалами В целом мы сейчас Пытаемся доработать 7.42 до идеального состояния Мы Прототипируем Тестируем Рассматриваем Иные варианты И в общем то Этим сейчас очень сильно заняты Также Несколько функциональностей Для кланов Разрабатываем А в целом рандом Останется такой же 15.15 Бодрый танк Воробилов Отлично И Такой наверное Может быть Один из Крайних вопросов Про объект 140 Все я думаю Уже По крайней мере большинство Кто хотел этот танк Попробовал Поиграл на нем Многим Насколько я знаю Он понравился И И Есть в нем отличие От 62 Они определенные Они видны только Когда начинаешь кататься на танке Но они есть Будет ли он как-то меняться И Ты говорил про Третью СТ 10 уровня Собственно Будет ли как-то меняться 140 И В чем будет особенность Вот у той СТ 10 уровня Чем она будет отличаться От этих двух Ну про 430 Сейчас не скажу вообще ничего А про 140 Наверное скажу о том Что Будем скорее всего менять башню Бронирование башни Но в лучшую сторону Более детализированно делать Потому что башни Советские Они все литые По ним вообще Достаточно проблемно Найти точную информацию Какое там именно бронирование Мы сейчас Занимаемся Вопросом О том чтобы Замерить эти танки Точномером каким-нибудь И Сделать там правильное Бронирование Как надо То есть Ближе к центру К маске орудия Там достаточно толстая броня Ближе к крыше Она утончается А есть прототип Да То есть ездящий 140 Ну там башни Они в целом все похожи Нам достаточно Просто замерить несколько башен Такого же вида И приблизительно прикинуть Как это должно По секциям Как это все правильно раскидать То есть Скорее так будем поступать Спрашивают про патч 9.0 В основном все хотят узнать Что там будет Сможешь Вейдер хотя бы Обрисовать Нет Это пока Пока секрет Окутано до тайной и большой У меня тайной и туманом войны Такой довольно таки интересный вопрос Кем приходится кнопка сербу Другом Другом Работает У нас собственно в Следующем патче Возможно появится Функционал Разрушения и простреливаемости Объектов И мы Будем конечно же Заниматься допиливанием Этого функционала Мы хотим сделать так Чтобы объекты Вели себя логично То есть тот же душ на базе Который похож на палатку Или я не знаю что это такое Он сейчас Стополит абсолютно все снаряды Это неправильно и нелогично Мы хотим чтобы это было прозрачным И снаряды будут через это пролетать Но при этом терять какую-то бронепробиваемость То есть если там снаряд пролетел Через деревянный дом То он может потерять там 50-70 И далее Миллиметров бронепробития Все такие вот вещи сейчас делаем Но не будет такого как сейчас да Что снаряд врезаясь в деревянный дом Будет оставаться грубо говоря в нем Да это ну нелогично Делаем вот сейчас простреливаемость И будем это конечно же допиливать Поначалу у нас будут простреливаться Только одноэтажные постройки Различные мелкие объекты Там те же трактора Эти же души Коробки, бочки Все что угодно Все что может застопорить снаряд В нынешней версии Вот будем это делать Духэтажные здания И всякие высокие постройки Пока нет Потому что это требует Гораздо более плотной проработки Это нужна и физика разрушения Это нужно прорабатывать И тераморфинг Когда у нас Это приклеивается уже К самой карте И как-то влияет на Проходимость танков По этим местам и так далее То есть Какие-то должны кучи наваливаться Или еще что-то в этом роде И Это требует Поэтому Большой проработки Собственно это будет не скоро Наверное Но мелкие объекты Они уже будут все водиться Достаточно скоро Крик души Буквально от нашего Зрителя на ютубе Он спрашивает Восьмерки Очень часто кидает К десяткам Будут ли что-то с этим делать Как ему жить с этим Ну По статистике Их кидает ровно В 33% Случаев Как и должно Как и задумано Правильно? Ее кидает в топ В центр списка И вниз списка И приблизительно Доля одинаковая Мы смотрим статистику Постоянно отслеживаем Там все ровно Более-менее Угу По поводу Скажу просто Очень много повторяющихся вопросов Мы определенную часть Уже затронули Вы сможете обязательно Друзья Посмотреть запись Если какой-то вопрос не задали То Скорее всего Он уже был задан И вы можете всегда Его посмотреть в записи Поэтому старайтесь Не повторяться И слушать Спрашивают Будет ли У лампочки Действие Обратное Да? То есть Лампочка сейчас показывает Момент засвета А будет ли она показывать Момент выхода из засвета? Скорее нет чем Да Слишком жирно будет Халява Да? Буквально Всех интересуют Разные Премтанки Что будет водиться И так далее Спрашивают Кроме льва Будет какое-то Изменение Характеристику премиумной техники Уже существующей На данный момент В игре? Пока Ничего в ближайшем будущем Не планируется У нас такого Угу Вопрос По глобальной карте Что-то планируете Уже с третьей Компанией Антон? Или пока Ну Мы потихонечку планируем Смотрим Но сейчас я силы направлю На вторую кампанию Сегодня у нас были Определенные проблемы Мы уже точно знаем Что мы будем компенсировать Очки славы Тем планам Которые сегодня По техническим причинам Не смогли пройти дальше По сетке высадок Вот Ну и соответственно Уже сейчас С нескольким Ну и так же Несколько кланам Которые проиграли Мирным жителям В финале По тайм-ауту Из-за технических проблем Мы тоже провинции Эти присвоим И соответственно Очки победы Начислили Вот Но вообще Да Думаем О третьей кампании А еще какой-то будет Функционал для Вот High-Level Content Такое устоявшееся выражение Не думаю Что оно сильно знакомо Именно Танковым игрокам Но Оно устоялось В мире ММО ММОРПГ И собственно Что еще будет делаться У нас Из High-Level Content Из того На чем Можно покататься Тем игрокам Которые уже многого в игре добились? Тут должен Стас отвечать Вейдер Расскажи Что из High-Level У нас ждет Заслужил все И прослушал все Повторю Да Собственно На данный момент У нас Из High-Level Content Есть Такая штука Глобальная карта Роты Может быть еще Какие-то сторонние турниры Но Что еще нас ждет Именно Вот Для людей Кто уже многого добился В игре И почти все попробовал? Ну Из ближайшего Одна из самых крутых фичей Будет Это квесты наверное Будет Достаточно Проработанная Система квестов Когда игроку придется На очень Разной технике Выполнять различные задания И они будут все Друг с другом связаны Минимально То есть это будет Такая целая Эпик-стория Он будет бегать И выполнять эти задания Если ему это конечно нужно И получать за это естественно Какие-то плюшки Это вот из ближайшего Но Дальше Пока сложно сказать что будет Потому что мы сейчас этим занимаемся Вот как раз Это будет непосредственно Можно сказать Пве контент Да? Не против игроков А против Ну по сути это тоже против игроков Просто Их можно будет выполнять в соло То есть это игрока не будет требоваться Какое-то создание команды Клан и так далее Он будет Ну просто в рандоме Выполнять эти кусты Спокойно И не будет париться над тем Что ему нужно там Собрать друзей и так далее Угу Вот вопрос Вейдер К тебе как к специалисту По балансу Не зря мы все время Озвучиваем тебя в стримах Именно в такой должности Можно сказать Да? Что будет Будет ли точнее Изменен баланс на 1 Плюс 1 И минус 1 Ждать ли нам этого когда-нибудь? Скорее нет чем Да Угу То есть на данный момент Я просто напомню Кто Не знает до конца Да? Системы балансировки То у нас сейчас Плюс 2 Минус 2 И это в основном Касается техники ПТ СТ и ТТ Соответственно для ЛТ Немножко другой баланс Но Всю Полностью баланс Можно найти Именно балансную сетку Можно найти Таблицу баланса Можно найти у нас на форуме У нас есть отдельная Специальная тема Поэтому кому интересно Чтобы не попадать В высокоуровневые бои Взяв там С Танками 7 уровня Какой нибудь 1375 С тяжами 7 уровня Чтобы не попадать К 10 уровням Смотрите заранее Уровень боев И собственно ориентируйтесь по нему И кстати Будет ли в будущем Во взвод Введена Система Которая показывать Будет Предупреждать В том что Вы там Можете попасть В высокоуровневые бои Ну Не знаю Может быть сделаем Кстати Потому что есть такая проблема На самом деле Когда игроки Удивляются Почему они попали В высокоуровневые бои Когда у них во взводе ИС-7 например А они на тракторе Каком-то поехали Ну Подумаем над этим Может быть сделаем Ну в основном я думаю Что удивляюсь Чаще не может быть Не даже не столько с ИС-7 Сколько я говорю Чаще всего бывают случаи Когда берут светляка Или Какой нибудь Ну ЛТшку да Не обязательно светляка Того же 1375 Он на своем уровне Если попадает там Каким нибудь восьмым Он может тоже неплохо посражаться Но против десяток Ему тяжело биться Особенно когда с ним Еще во взводе Два шестых тяжа И они спрашивают Почему? За что? Старайтесь просто ребят Сверять с таблицей баланса Все будет хорошо Спрашивают про Новые премии Мы уже отвечали И Больше спрашивают наверное Про изменение балансного веса Тоже у премиум танков Будет ли он в ближайшее время Меняться или нет? Нет Их скорее всего не будет трогаться Но в целом Мы идем сейчас к тому Чтобы все балансные веса Всех танков Приравнять к какому-то Более логичному виду Потому что сейчас там есть Исключения Достаточно много исключений Вот сейчас будем этим заниматься На протяжении 14 года наверное То есть основная проблема Там это ТТ 6-7 уровня Где-то вот так вот Хотя скорее даже 5-6 вот так вот Точнее будет Будем заниматься сейчас Этими проблемами Еще китайцы Очень сильно интересуют Наших зрителей Спрашивают Будет ли китайский ПТ И возможно даже артиллерия? Будет, но не скоро Не в 14 году Такой у нас прям блиц пошел Будут ли изменять британца Топового может быть или какие-то Может быть предтоповые образцы техники Британской ветки развития? Нет, пока устраивают они нас Они по статистике Вполне себе хорошо играются И в принципе комфортно Да, вот Поддерживаю Мне кажется один из лучших тяжей Это британец Шикарный тяж Конечно Миша Живец на нем играет С удовольствием Да, да Очень хороший тяж Мне кажется один из Самых интересных Именно по геймплею Он такой Нестандартный И необычный Вот Хотел спросить Вот Пишет нам зритель Говорит Хотел спросить Будет ли серп И если нет Где вы его потеряли? Ну тут Мне нужно отвечать Я с Сергеем разговаривал За час до трансляции Вообще Он собирался прийти Вот Должен был быть Сергей Крукотовский Миша Живец Но Так как сейчас Сергей находится в Киеве Потому что у нас в данный момент Идет релиз самолетов Поэтому Он уже просто Настолько обессилел Что Не смог Уже прийти поиграть Вот А что касается Миши Живца То мы его До сих пор продолжаем ждать Появится Не появится Не знаем у него там Определенные технические проблемы Вот Поэтому посмотрим Что там будет Именно проблемы с клиентом дома Миша Чинит себе клиент Вот Так что если он не придет Не расстраивайтесь Мы еще обязательно поиграем Вот Многие видели В боях Танк Т 44-85 Какова его судьба На данный момент Отправили его на переработку В лучшую сторону Будем его апать Как только апнем Опять потестируем По такому же принципу Через супертест Через общий тест И Потом уже будем решать Что дальше с ним делать Угу Вот Но в целом Апнем его бронепробиваемость У него это было Основным таким минусом У него достаточно слабое орудие Вот сейчас нашли туда Новые снаряды Будем тестировать его Новыми снарядами Которые в пробитии Выше А орудия не планируется Менять? Нет Орудия нормальные Там снаряды Скорее не нормальные Хорошо Спрашивают Ждут ли нас Новые режимы Боев Я думаю Что это ссылка больше К историческим боям Потому что Шторм Упоминал О том что В четырнадцатом году Должны быть исторические бои И Что они будут В первой половине Четырнадцатого года Да Будут Да Будут Ждем В каком они хотя бы будут Приблизительно в формате Как это будет выглядеть Сейчас как раз Прорабатывается все это дело Как это будет выглядеть Как это будет выглядеть Как это будет играться И так далее Но в целом Там достаточно все просто будет Игрок просто заходит и воюет Воюет на технике уже заданный Будут заданный рост Мы сами их продумаем Чтобы балансер был Ровный абсолютно И техника естественно Будет участвовать только та Которая могла В каком-то бою участвовать В историчном То есть там ПЗ-4 будут В комплектации Правильно То есть Комплектации Естественно будут А карты Так господа Я вас покинул Вы общайтесь пока что Скоро должен прийти инвайт На Минск Вот поэтому Пойдем готовить команду Собирать И соответственно Тоже заходите А пока что общайтесь Я отдельно вам отмашку дам Хорошо Спрашивают Ожидать ли ЛТ восьмого уровня Да Да Они будут Но Скоро еще Не японцы Это будут одним словом Не японцы Да Это У немцев появится Скорее всего Но по немцам там все сложно Угу С нами там музей пока неохотно хотят контактировать Будет у советов скорее всего тоже Леопарда не поднимут до восьмого Леопарда Не будем Вот Там скорее всего будет ру 251 Там уже несколько раз он проскакивал Миша о нем рассказывал где-то в ЖЖ по-моему Послевоенный танк легкий Очень бодрый С хорошей скоростью С хорошим орудием Спрашивают про Видели что я ездил на Ваффентрагере И спрашивают Ваффентрагер Е100 Спрашивают что Как вообще сейчас Картина баланса На наш взгляд Да Именно Вот этих новых немецких ПТ И Будут ли еще вводиться Насколько знает что У немцев есть еще одна ветка ПТ Будет ли она вводиться Ну еще одна ветка ПТ будет вводиться Неизвестно когда вообще Там еще она не до конца готова Даже по Расстановке машин в принципе по ветке Соответственно еще даже не начинали рисовать По ваффентрагерам Все хорошо пока Мы следим пристально за Этой ситуацией И в принципе пока никаких таких вот ярких проблем Вообще не возникает То есть в принципе статистика Новой машины схожа со статистиками Других новых машин Которые выходили в свое время Ничего там такого Сверхиестественного нету Угу Вот многие уже кстати Посмотрели обзоры По ВК 72001 Это отличный танк Который будет выдаваться За победу вофта во второй кампании Будет выдаваться 30 тысячам лучших игроков И такой вопрос Будет ли его аналог Который будет доступен Не за участие в кампании Думаю что нет Мы хотели создать как раз уникальный танк Для того чтобы игроки на глобальной карте Чувствовали вообще Ну какую-то мотивацию И весело им игралось из-за этого И он действительно кстати уникальный Потому что в нем совмещены Наверное 3 или 4 танка Даже можно сказать Немецкой ветки Кто Получит удовольствие на нем поиграть Я думаю останутся обязательно довольны Потому что там По крайней мере я играл Мне очень понравилось То есть очень необычный танк Спрашивают когда добавят 430 Думаю что Даже смысла нет Очень-очень интересный вопрос Думаю Антона нужно дождаться Когда он придет Задам про Школьник восьмого класса Спрашивает нас Спрашивают будут ли Будет ли за голду Дополнительная ячейка для оборудования Очень кстати интересный вопрос Нет не будет Вообще она планируется Ну то есть вообще возможно Когда то что будет у нас Четыре оборудования на танке Нет скорее Скорее нет потому что Четыре оборудования Это как раз тот кейс Когда на танк поставили Все самое необходимое Сейчас у нас Три слота И игроку приходится реально думать Вот было бы у меня четыре Я бы не думал Просто втыкал бы каких-то Четыре слота и все И ездил воевал А сейчас мне приходится жертвовать Думать что поставить И собственно в этом весь кайф игры А может быть будет тогда В лично еще и количество оборудования То есть и слот и оборудование больше Ну как вариант да Чтобы тоже можно было думать Еще и над этим Сравнительно Потому что Мы почти Все реализовали Что можно было реализовать А выдумывать Какие-то вертолетные штуки Мы естественно не будем Так что Вряд ли что-то появится То есть я в принципе Сейчас не могу вот так вот Сходу назвать Какого у нас оборудования В игре не хватает для танков По поводу По поводу HD версии танков То есть было такое Что говорят Что будут перерабатываться модели Ты сам сейчас подтвердил То что будут переделываться модели Под измененную физику А будет ли улучшаться Именно качество этих моделей То есть детальки Полигончики Да Пиксели и так далее Да Там количество подгонов Увеличится Уж не помню во сколько раз Но что-то в районе 5-8 Может быть вот так Достаточно серьезно При этом у танка Появятся материалы Сейчас танк Это просто текстура Натянутая Вот А будет Разные материалы На текстурах этих Это видно у нас В самолетах например Там Отличается поверхность Стеклянная От деревянной И от металлической Они все по-разному бликуют Они все по-разному Взаимодействуют с освещением Мы это будем в танки тоже внедрять И Будут еще такие вещи Как мелкие штучки Различные там Канаты возможно Которые натяжные там Или Сварные швы Будут все тоже Очень классно Отрисованы Танк вообще будет очень Натурально выглядеть Круглые поверхности Абсолютно круглыми практически будут Это Это Такой же Как бы вопрос Актуальный Да Вместе с вопросом Про Улучшение качества клиента Да То есть Улучшение графики Увеличение там Всех вот этих вот параметров Типа пикселей Шейдеров И тому подобных вещей Что делать людям У кого Более слабые компьютеры И Возможно ли им будет Продолжать играть В свою любимую игру Когда будет Повышенное требование К клиенту Или они не будут Повышены Ну Мы стараемся Делать так Чтобы требования Не повышались при этом То есть Это Будет такая По умолчанию Вкл выкл сразу Будем делать Пересаживать всех На HD версию Мы естественно Не будем Это слишком круто будет Это будет Два отдельных клиента Или Это будет Один клиент Но с возможностью Отключения Именно внутри клиента Ну Это скорее уже Техническая сторона Как это будет реализовано Угу Ну Мы спрашивали уже Будут ли как-то Улучшать Перк лампочки А будут ли его как-то Ухудшать Можно так сказать Да Вопрос у нас до сих пор Открытый В компании стоит По этому поводу Там до сих пор Жаркие споры стоят Что с этим перком делать У каждого свое мнение Я пока не буду озвучить Что мы решили Мы собственно еще Ничего не решили Такой очень масштабный вопрос Начну наверное вот так Да У нас я думаю что многие Игроки знают Открылся сайт На котором На котором Теперь есть официальные Моды Вот Варгейминга Да И Спрашивают Будут ли Когда В ближайшее время Может быть не в ближайшее Время Будет ли вводиться С этого сайта Какой-то функционал В игру Что ближайшее Может сказать Сможет Варгейминг Перенять от сторонних Мододелов Наподобие Того прицела Точнее кулдауна Перезарядки Да Который сейчас добавим В прицел Еще раз можно Моды У нас есть Что в ближайшее время Будет Перекачевывать Из модов сторонних В сам клиент Наподобие прицела Точнее таймера Перезарядки На прицеле Ну Пока Ничего Насколько я помню То есть все что Было очень необходимо Мы сделали В клиенте Остальное все На усмотрение игрока Нужно не нужно В основном Спрашивают Про XVM То есть Про какой-то более изменяемый Если честно На самом деле Я вот Как игрок Не особо понимаю Что там Можно еще поменять Но Что-то хотят игроки Наверное В плане Может быть Отображение статистики Или еще чего-то Такого Или может быть Дополнительные Плюшечки Потому что Большинство Это вообще не нужно В принципе А то меньшинство Которое хочется Этим пользоваться В таком виде Которое им дали Настроить под всех Красиво Мы все равно не сможем Поэтому мы Оставили им просто возможность Поставить это к своему И пользоваться им В таком виде Какой он есть Угу Французские тяжи Многие замечали Что у нас там Видео проскакивали Эти тяжики И В Жжей иногда Там Были Сливы скринов Этих тяжиков Когда будет вторая ветка И будет ли она И тяжики ли это будут И Расскажи что можно Сейчас Да Там будет несколько чажиков Но когда Не могу сказать пока Ну в целом там Такие танки обычные Они без барабанов Но с крепким бронированием в башне Это будет полная ветка Или пока неизвестно То есть Будут топы То есть Где-то с шестого там Седьмого уровня Уже начинают Да Угу Спрашивают Будет ли меняться Функционал голды То есть Возможно ли будет Покупать Прем за Серебро В будущем Да Или Прямо Прямо Точно Любит И так далее Да Да Может Билл У него Сорок Одна тысяча Еще 13 минут до спецбоев Я думаю что Антон нас оповестит О их начале Эмм Когда Антон зайдет я наверное задам Про вопрос про клан ВГА и ВГМ Эмм 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 Спрашивают про командный бой Что будет в нем меняться И будет ли И вообще какие работы ведутся В формате Семь сорок два Еще раз можешь открыть А какие работы сейчас ведутся в формате Семь сорок два Леша Пока Стас думает Сверни пожалуйста у себя окошко с нашим сетапом Потому что мы играем против того же клана Мы хотим им сделать сюрприз Я его свернул Сразу же как только выбрал танк Хорошо Свернул Антон пока не убегай Вопрос такой именно к тебе я думаю больше адресованный Будут ли на глобальной карте участвовать кланы ВГА и ВГМ И можно Или можно будет воевать только с представителями кланов ВГ Ну да мы планировали в этот раз привлечь ВГА и ВГМ Но потом решили провести все таки всего три боя То есть защитить Минск, Ленинградскую область и Иль-де-Франс Поэтому не стали привлекать ребят Решили покатать одной ротой Ну так более зрелищно Потому что люди сыгрываются Вот Соответственно Смотрим Что к чему Так Я вас покидаю Мне надо пойти с ребятами пообщаться перед боем Готовьтесь заходить где-то за минуту до начала боя А мы уже зашли Я вот даже технику взял Стас такой вопрос По поводу танков на планшете что-то можешь рассказать Или это больше не к тебе Не ко мне совсем Вот в лице Тестируют Да Да В формате тестирования находится Я вот тоже недавно на них покатался Ну Все Все будет только Дайте время Будут ли когда-то премиумные машины первого левела? Вряд ли И будет ли японский прем восьмого левела? Может быть появится Сейчас рассматриваются несколько датентов на эту роль Угу Так Сейчас полистаю еще чатик Посмотрю Что бы такое отобрать Друзья Читаем мы чат кстати на ютубе У нас вот до боя осталось 11 минут И есть возможность задать вопрос Так что не стесняйтесь Пишите Точнее таймеры зарядки на прицеле Вот я даже проверил просто стрим Обновил идет стрим Спрашивают Про большое количество нерфов с орудиями С Пушками разными Башнями Вот один из вопросов Вернут ли пушку ЗИС-6 на Су-85? Нет, не вернем Угу Убрали возможность продать Суперпершинг за голду Ему вернули исходные ТТХ или с чем это связано? Ну, это акция не постоянная Мы это делали на один патч Угу Собственно поэтому она пропала Спрашивают про Хотелось бы игру для более мощных компьютеров Мы уже отвечали на это Будет Будет очень интересные Визуальные изменения И физика будет немножко изменена Для более мощных машин Поэтому Все будет Так Пытаюсь еще найти один вопрос про Т-69 Был довольно таки хороший Будут ляпать базовые снаряды на Т-69? Скорее не в чем, да Угу Про бои больше чем 15 на 15 Вроде как уже спрашивали Говорили про исторические Угу Спрашивают про подарки Что планируется Подарить там в ближайшее время И почему не дарят более высокоуровневую технику Нежели второй уровень Ну, это вопрос бизнеса скорее Угу Под подарок Это маленькая штучка такая Которая просто Может принести какое-то удовольствие И все Раздавать игрокам танки на халяву Это как-то уже не к нам Да, вот я говорил про то, что Показывал и на стримах И многие, я думаю, что Если смотрите стримы То увидели, что На самом деле Тот же Т-7 Combat Car Он отлично подходит для коллекции Можно сказать, да То есть Оставить как память О Golden Joystick Или например О день рождения Wargaming Тот же ЛТП, да То есть Танк больше подходит именно Как Такая памятная Коллекционная Игрушка в ангаре Нежели какой-то Супер боевой танк Спрашивают про КВ-5 Будут ли меняться Будет ли что-то Нет, пока ничего не понимаю Закрытие статистики Очень интересный вопрос Многих Он мучил Мучает И будет, наверное, мучить Что кто-то может Сторонний Из рандома Смотреть статистику Возможно ли будет Закрывать статистику За голду Или просто Как галочка Скорее нет Показываем Как есть Вопрос Про Наверное такой Уже Не то чтобы баянистый Но Довольно таки старый Что с погодой И что с ночными картами Будут ли водить Когда И В каком формате Будем Когда Не скажу В каком формате Тоже особо не скажу Потому что Еще думаю о чем Как это все должно влиять на геймплей Очень интересный вопрос Про снаряды Я немножко его перефразирую Спрашивают Про голдовые снаряды Что-то будут с ними Будет с ними делать Или нет И предлагают Там много вариантов Убрать голду Там Наоборот Оставить одну голду Уже был озвучен Один из вариантов От шторма Что может быть возможно Оставят У Голдовых снарядов Будет повышенное пробитие Но уменьшенный Урон Правда ли это И будут ли В этом направлении работы Если нет То что ведется В плане голдовых снарядов Ну это пока все мысли И сказать о том Что это будет точно введено Не скажу Вот Пока мы размышляем Просто Одна из толковых Такая идея Просто многие тоже озвучивали Что вести Граничное количество Голдовых снарядов И допустим перезарядку между Типами снарядов Грубо говоря Увеличить Да То есть чтобы игрок Заранее продумывал Зарядку Таких Снарядов Такого типа И тогда уже может быть Будет более-менее Обдуманно Да Пользоваться такими вещами Спрашивают Будут ли еще вводиться Дополнительные Ветки британской техники Будут да Скорее всего будут Угу То есть что нас ждет Хотя бы приблизительно Тяжики СТ-шки СТ-шки Скорее У нас там есть несколько Которые нужно вести То есть будет дополнительный Или будет Перерабатываться нынешний Десятый Дополнительные Малые карты будут Угу Будут Довольно недавно Было изменение По бронированию По Именно Наверное больше не бронированию А по снарядам Да Но от этого сейчас На самом деле Выигрывают Бронированные танки Наподобие Е-100 И кронированные танки Будет ли еще в ближайшее время Изменения по броне По принципам бронирования Или может быть Типам бронирования Нет Пока Ничего не планируем То есть все что мы пока сделали Оно вот Как раз накопилось Мы сделали это все И пока ничего Ну Не выстрелит у нас Ну что в принципе Вопросов Задан Наверное Такой вот На сейчас Крайний вопрос Добавить ли Объект 279 Нет Пока Не планируем точно А что это за танк такой Что его все хотят Это очень известный танк Он даже в кубинке стоит А Да Танк Танк Космолет Так ну что у нас осталось 5 минут Значит Мы скрываем Старательно свой сетап Мы чувствуем себя чемпионами Вот Поэтому Леша Тебе нужно взять технику И 5 минут до боя Я предлагаю сделать паузу Либо поставить ребятам Да да Поставлю Которое ты еще не показывал Хорошо и пойдем тогда В основной канал уже Будем Ну то есть ты перейдешь В основной канал Когда уже бой будет начинаться Угу Хорошо Друзья ну мы тогда уходим Стас Можем идти туда уже В канал команды Уходим тогда Небольшой перерыв Посмотрим Что у нас появилось В обновлении 0.8.9 И вернемся к вам Буквально через 4 минутки Танкисты Скоро начнется первый этап второй кампании на глобальной карте Эпоха революции Правила таковы В кампании может участвовать любой клан Независимо от того создан он до начала кампании или после В боях этапа участвует техника до 6 уровня включительно Первый день кампании самый напряженный Глобальная карта очищается Все провинции становятся доступными для высадок Некоторые из них отходят клану Варгейминг После этого начинается передел мира Война за территорией будет длиться сутки Кто выбьет с карты клан Варгейминг получит особые награды Памятные медали Если в первый день этапа клан сумеет захватить провинцию Все его бойцы получат 5000 очков славы Что это такое? Очки славы начисляются игрокам за участие в боях за провинции На высадках и мятежах за финальную схватку с владельцем территории Зачем нужна слава? Игроки набравшие наибольшее количество очков славы Получат в награду танк ВК-7201 На второй день передел мира закончится Начнут действовать стандартные правила первого этапа Во всех провинциях резко повысится вероятность мятежа Кроме золота, каждая провинция будет приносить клану 42 очка победы за ход Что это такое? Очки победы начисляются кланом за выполнение основных задач этапов Кто наберет больше всех, станет победителем второй кампании Полную информацию можно найти на портале Во время эпохи революции очки победы можно добыть двумя способами Первый – удерживать провинцию до конца этапа Если клан утратит территорию, то потеряет и все очки победы, полученные за контроль над ней Второй возможен только в том случае, когда клан захватывает провинцию в результате высадки или мятежа В награду он забирает у предыдущего владельца все очки победы, которые тот получил за контроль над этой территорией Что важно, эти очки победы останутся в копилке клана навсегда При потере провинции он лишится только тех, которые были начислены за время владения В боях первого этапа второй кампании игроки будут получать на 50% больше очков славы Заработать еще можно, выполнив дополнительные задачи Защита Подавите первый мятеж на своей территории за последние 24 хода Все участники сражения на стороне победителя получат дополнительные 10% очков славы Атака Победите в ходе мятежа И тот, кто участвовал в бою на вашей стороне, получит очков славы на 10% больше При выполнении нескольких задач коэффициенты складываются По итогам все игроки получат множество уникальных знаков отличия Более подробно об условиях и наградах первого этапа второй кампании можно прочитать на портале На этом все Удачи в боях! Ну что, ребята, мы вернулись и мы уже в общем канале с нашими соклановцами И, кстати, будем мы биться на той же карте, на Энске И против нас будет тот же клан, Психи Я даже больше скажу, будут абсолютно те же самые респауны И посмотрим, чем нас смогут удивить Психи в этом бою Сумеют ли они наконец нас победить хотя бы разок У нас, кстати, вылез бой с чеками Поэтому будет очень оперативно Берем технику, да Все знают, что делать Играем так же Ничего не меняем, все у нас хорошо Задержка на стриме 5 минут Психом бай смотрящий наш стрим Большой-большой привет Машем ручкой Присоединяйся к предыдущему оратору Ну что, не отдадим, родной Минск Сказал человек из Волгограда Сказал Волгоградец, да Ну что, в бой за белую и черную башни Погнали Поехали, да Слушаем командира внимательно Выполняем все Побеждаем Так, Финистер, ты знаешь, да? Тебе нужно ПЖД Ага Соответственно, смотрим, что нам сейчас покажет Финистер своим чайфиком По железке Там уже посмотрим Так, Хелка, ты Переезжай мне аккуратней Поближе к красной линии Так, я смотрю, они на зеленку ходят большими силами, да? Ну, нас там больше Три, Хелка, это и холли И классы Еще один класс Еще классы, так Ого, они в зеленке Холдим, холдим Назад оттягивать Хелка, ты назад Хелка, ты назад Назад, 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 назад Назад, назад, назад Назад, до красного Так, Дим, бум, время давить город Так Мало танков мы видели, мне кажется Всего лишь Семь штук Нас тут всего пятеро Я думаю, нам стоит часть твоей группы оттянуть город Артем Так, они сами пронавлены Отлично, давайте Квасы за мной, на центр Не лезьте сильно, потому что там квасы Интает Так, отлично Настреливайте Как минусуйте там два ствола Квасы, осторожно Держимся вместе Не торопимся Так, эфи зафига Проходите Давайте, квасы проходим Так Проходим Финистер, давай, наверное, с нами Вот этого класса сейчас заезжаем просто забираем класс на базе идти дальше только запустите кто показывается к прячемся за труп этого класса встаем на захват демонтанте дальше проходите в узел и кнопках ребят ребят при их результате мы меня спрячь передний который прячься дальний класс забывайте стрелять так у них артиллерии есть три штуки нет там в углу кто-то стоит целых в углу закрывайте закрывайте тех кто в захвате стоит ну к сожалению и в этот раз не получилось ну нормально кажется что они разгадали просто тактику наши вообще на захват ну было ехать нет если играли и у них кстати была одна артиллерия 5 но ничего за приятную в игру не успели ладно и быстро заходим на второй после пищи будет дима с этап какой так сейчас поднимемся наверх давайте я пока включу ролик красиво интересного пока стоп обсудите когда из и звук можно чтобы нас не слышно и так и а и 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 ГЛОБАЛЬНАЯ КАРТА Первый — хорошо знакомая глобальная карта. Во втором — всё будет по-другому. Три этапа. Эпоха революции. Без паники. Помощь не придёт. Грабим караваны. Главное — не отставать. Золотая лихорадка. Успех — это ненадолго. Кланы победителей по итогам кампании разделят огромный призовой фонд в золоте. А если нет времени на глобальные задачи, выполняй квесты. За них ты получишь медали и, главное, славу. Она достаётся игроку за участие в боях второй кампании. Чем больше славы, тем выше шанс получить уникальный танк десятого уровня. Выбирай, что тебе ближе. Классическая размеренность? Или непредсказуемый водоворот событий? И помни, изменить выбор можно в любой момент. Удачи в бою! Надоело испытывать удачу в случайных боях? Успехи на глобальной карте уже не радуют, как прежде. Или, может быть, ты совсем недавно оказался на полях сражений World of Tanks? Очень хочешь играть в команде, но у тебя ещё нет топовой техники? Тогда новый игровой режим «Командный бой» как раз для тебя. Формат соревнований 7-42. 7 — количество игроков в команде. 42 — максимально допустимая сумма уровней их техники. Разрешено брать машины любого класса до 8-го уровня включительно. Как принять участие в таких боях? Очень просто. Жми «Командный бой» и выбирай подходящий для себя вариант. Нет времени и желания искать команду? Используй автопоиск. Просто выбери технику, на которой собрался играть, и жми кнопку. Остальное сделает балансировщик. Он не только найдёт команду танкистов, рейтинг которых будет примерно равен твоему, но и подберёт соперника по силам. Главное — не забудь подтвердить готовность. Хочешь сам решить, в какой команде играть? Запросто. В меню «Командный бой» выбери «Найти». В окне слева отобразится список. Каждая из команд идёт отдельной строкой. Здесь можно увидеть рейтинг командира, его ник, а также количество уже набранных игроков. Щёлкни по команде один раз. Справа ты увидишь более подробную информацию о составе и сможешь сразу занять место в основе либо записаться в «Добровольце». Из их числа командир выбирает наиболее подходящих, перетягивает в основу и уходит в бой. Оставшиеся отправляются на поиск другой команды. Кроме того, существуют дополнительные обозначения. Этот символ означает, что командир ограничил выбор техники, на которой ты можешь выйти в бой. А этот, что места в команде заморожены, и самостоятельно попасть в основной состав ты не сможешь, только с помощью лидера. Ты решил сам стать командиром и собрать команду? Тогда жми кнопку «Создать». На экране появится меню с рядом функций. Здесь ты можешь легко и быстро выставить требования по технике, а также пригласить в неё своих друзей. Кстати, твоя команда будет видна всем игрокам. Поэтому, если хочешь собрать только знакомых танкистов, не помешает сделать её невидимой для других. Все игроки выбрали технику, подтвердили готовность, тогда жми в бой. Открой для себя командный режим 7 на 7. Смотри новую программу «Наука побеждать». Узнай всё о новом формате. Продолжение следует... Продолжение следует... Отдэфили мы зелёнку, но не смогли взять базу. Продолжение следует... Продолжение следует... Пока сейчас сетап вам, естественно, не показываю. В канал тоже не поднимаюсь, ребят. Наверняка там обсуждают тактику. Попробую сейчас перетащить Вейдера и поотвечать на какие-то вопросы интересные. Сейчас посмотрю, где он. Вейдера пока нету в ТС-очке. Пока даже посмотрю, что вы пишете в чат. Ну, не всегда же нам побеждать. Пишет, что вот вы не выиграли. Ну, всё логично, ребят. Не всегда же нам побеждать. Мы всё-таки больше... Наверное, не столько боевой клан, сколько клан, так можно сказать, по интересам. Мы все работаем в Wargaming. Поздравляют психов. Да, мы их тоже поздравляем. Ребята на второй раз смогли отыграть. Видео, ребят, грузится. Вот идёт стрим. Его смотрят 6000 человек. Поэтому наверняка всё отлично работает. По поводу стримов на глобальной карте. Стримы, естественно, будут продолжаться. В любом случае, мы выиграли одну провинцию уже. И завтра будет, скорее всего, ещё один стрим. Следите за анонсами. У нас на портале есть новость, которая посвящена трансляции на глобальной карте. Поэтому следите за ней. И там будет полная информация, плееры. Всё, что нужно для того, чтобы следить за боями на ГК. Сейчас ещё почитаю комментарии. Когда релиз самолётов? Релиз самолётов уже завтра. И, собственно, сейчас вот как раз готовится клиент самолётный. И завтра вы уже сможете полетать без вайпа, без какого-либо отката техники или статистики на тех самолётах, которые, может быть, вы приобрели заранее или будете прокачивать в течение игры. По поводу экипажа мы уже отвечали на вопросы. Ещё раз напомню, что этот стрим обязательно будет в записи. И передаю привет всем, кто смотрит нас именно в записи. Лёша, поднимайся на канал. Всё, начинаем. Вот, как раз пришёл Антон, и я, собственно, ухожу в канал. Все здесь. Дюша Метёлкин, USB здесь, Wargaming здесь. Так, ну что, мы попробуем на этот раз в Руинберг поиграть. У нас второй бой на Энске не очень хорошо получился. Но ничего, у нас с психами 1-1 по боям, я думаю, это неплохо. 50 на 50. Да, неплохо. Разменялись с ними нокаутами. Ну, мы им поддались, на самом деле, во втором бою, потому что как-то неудобно было топ-клан-сервис. Да, да. Все бы говорили, что мы там их золото им заплатили или читы использовали. Оставили бы их без двух провинций, да? Угу. У нас минуты, кстати, 10 до боя. Клан-чек из Золотого Альянса. Есть такая вероятность, что, кстати, они этот бой тоже стримят. Но они стримят на Твиче, поэтому, если кому-то интересно, то заходите. У нас есть их плеера на Твиче. То есть мы можем сейчас открыть их стрим, короче, исполить. Антон, ты меня понял сразу, да. Я думаю, у них задержка больше, чем у нас. А у нас зрителей больше зато. Кстати, у нас сейчас смотрят почти 6 тысяч, несмотря на поздний час, пользователей. Да, и у нас там. Спасибо, надеемся, что мы хоть чуть-чуть оправдываем ваши ожидания. Да, спасибо вам за внимание к нашему стриму и к тому, что происходит на глобальной карте сейчас. 20 секунд. Готов еще не все нажать. И наки танк. Леша, возьми танк. Все, все, не переживайте, я взял. Погнали, наши городских. Ну, собственно, все знают, что делать, да. КВ за мной. Да, и за флюком. Хелкеты за Чаффи, да, орг за тобой. Да. Все, поехали. Сюда едут Хелкеты, если что. Это называется Зеленка. Это называется Зеленка, это называется Крест. То есть, собственно говоря, вот. Туда вот едут КВ-1С. В улицу пока центральную не заезжаем. Пропускайте Хелкетов, им нужнее. Смотрим, что приготовил противник. Сейчас просвечу. Давайте Хелкетов не толпится по фокусу, аккуратно работаем. Ага, КВ-1С у них на центре, КВ-1С и вперед, занимаем центральную линию. Центральную улицу, занимаем КВ-1С и вперед. А Хелкетов, к дальнему дому. Последний один КВ-1С смотрит назад. Проезжаем, проезжаем КВ-1С, проезжаем. Давайте кроме реминусуем. Костя, не вылезай особо. Их там на зеленке наросли. Аккуратненько. Хелкетов, к этому аккуратненько вылезли, дали пашоту, убили. Так, мы здесь не видим ничего с центра на зелени. Ага, все-таки есть что-то, есть. Отходим КВ-1С и не вылезаем, не получаем дома. Хелкетов, фокус. Добрать. Отлично, дальше. Забираем дальнего. Отлично, еще Хелкетов. Убрать. Отлично. Развечиваю дальше. Хелкетов, дальнего. Арта, КД. Работайте, работайте, пока можно. Так, КВ-1С и давим вперед на улицу. Уходим отсюда, за мной, за мной, за мной. КВ-1С набрали? Отлично. Так, кто целый, выходим. Лёш, орка, дави, дави, дави. У них в центре много сил, давите. Так, выходим, шотнули. Арта, КД. Просто вышли, всех убили, и сразу, как убьете на центре, сразу убираете вот этих вот. Просто езжайте, добирайте, КВ-1С оживите, КВ-1С и не умирайте. Так, все, иноки, не отрывайся. По ассисту работаем, Хелкетов. Так, Эвили, не высовывайся особо, убьют. Давайте, давайте, по одному забирайте, сразу слева. Так, с Хеллой проходите угол, который на зелёный угол. Так, убрали, убрали в углу КВ-1С. КВ-1С в углу убрали. Так, толпой поехали, забрали в углу КВ-1С. Все вместе, езжайте, убейте его. И на киноцентре живи. Не вылазь. Инаки, просто не лезь. Ребят, ребят, все нормально. Они ползают, но ничего страшного. Так, Пузырь, возвращайся на базу, обратно. Сир, куда ты на них едешь? Так, они центра ползают уже. Зачем ты мне едешь, господи, помилуй? Один на захват. Так, все, минута есть. Так, КВ-2 убирайте. Анбол, не лезь. Аккуратно, из кустов. Так, Пузырь из центра КВ-2 убивай, и потом едь на базу. У тебя минута времени есть, успеешь. Там еще и Хэншель, если что. Тут уже три у нас осталось. Хэлк это все. Ну, ничего, нормально. Давай, КВ-2 ровней. А, у них еще и КВ-2. Заре ломанулись. Надо было спокойно в углу срелиться и по свету отстреливать. Да, кстати, да. На центр мы уже ехали вообще не в тему. Ломились на квасы. И очень быстро наши квасы сдохли, которые на центре. Да, очень быстро мы умерли, потому что стояли неравномерно. Сразу не выехали. Плюс нас там сзади подперли. Короче, плохо вышло. Ну, мы по фокусу выезжали. Ну, да, да. Ну, просто на зелени мы всех порвали. Там счет был 6-2. Ну, то есть... Берусь, печаль. Не ныкнули. Ну, ничего страшного. Нормально мы сыграли сейчас. Хорошо, зелень продавили. Просто опыта нам не хватило. Опыта и сыгранности, да. Ну, ладно. Ничего страшного. Расстраиваться не будем. Один бой мы взяли. Всем, кто насмотрел, большое спасибо. Приходите еще. С вами был Клан Варгейминг. И до новых встреч. Спасибо, друзья. Смотрите стримы и играйте в танки. До следующих боев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok